Всем доброе утро, девочки мои хорошие! Начинаю новый влог. Прошлый влог закончился тем, что я забрала заказик Фаберлик. Мне уже не терпится его распаковать. Кто слышит посторонние звуки, клацанье. Сегодня погода уже не такая, как вчера. Солнышка нету, пасмурно, хотя дождя нет, но очень сильный ветер. Поэтому клацает вытяжка. Кстати, кто-то интересовался, что там клацает. Там есть такая перепоночка, которая открывается, когда вытяжка включенная. И закрывается, такая как крышечка, не знаю как это сказать. И вот когда ветер, она вот это клацает. Некоторые вытяжки ее убирают, но чтобы оттуда воздух не заходил сюда, вот она у меня там есть. Ну ладно. В общем, короче говоря, я сейчас уже смонтировала видео для вас. Сейчас оно уже пока выводится. Я тем временем решила снять заказик Фабили. Кое-что новенькое там заказала. Ну, по крайней мере, для меня новенькое. Кое-что нужно будет протестировать. Что-то протестируем сегодня, а что-то протестируем уже в других видео. Ну и потом я вам быстренько покажу обзорчик. Потом после этого еще, может быть, кое-что мы сделаем. Кое-что я вчера еще не сделала. Просто вчера уже мне сил не хватило, устала. Но есть некоторые места, в которые я должна заглянуть и там сделать тоже немножечко уборочку. Но посмотрим, хватит ли мне сегодня на это сил. Должно хватить, надеюсь. Первое, что я вам хочу показать. Это средство для волос. Шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Защита цвета. Бережно очищает волосы, защищает цвет от вымывания. Делает волосы гладкими, шелковистыми, блестящими. Вот это вот я средство хочу протестировать. Уже в следующем видео я вам скажу, какой там результат есть, нету, вообще как оно чувствуется на волосах и так далее. Это я заказала для себя в первый раз. И будем тестировать уже позже. Но обычно всегда я заказывала шампунь, ботаника. Разные заказывала. Но вот это тоже для окрашенных эмилированных волос. Это уже я знаю точно, что это хорошее. Поэтому я заказала на всякий случай. Вдруг тот шампунь мне не подойдет, я вернусь тогда к этому. В любом случае он не помешает. Пусть он у меня будет. Ну и еще я заказала ампульный концентрат. Я их заказываю всегда разные. И для окрашенных волос, для возрастных волос. И с глубоким восстановлением волос. С маслом аммой. Я добавляю эти концентраты в краску для волос. Обычно покрасила волосы. Краску добавила и все. Ну не знаю, волосы у меня в хорошем состоянии. Благодаря чему именно конкретно, я не знаю. Но по акции скидочка была хорошая. Я заказала их сразу три. Ну а что я заказала для лица? Вот гель-крем сияние. Он очень увлажняет кожу. Пополняет запасы влаги. И такая нежная, насыщенная текстура пишут. В общем, хочу это попробовать. Выравнивает цвет. Очень мне это интересно попробовать. А еще я заказала вот этот три-ролл гель от отеков и темных кругов под глазами. Очень мне интересно это дело попробовать тоже. Как там на картинке нарисованы ролики. Ага, тут они есть. Откручиваем. Видите, вот такие вот ролики. И вот они крутятся. И там выходит вот такая вот влага. Ну, тоже это буду я тестировать. И со временем я вам скажу, какой будет результат. Увлажняет, устраняет припухлость век, уменьшает темные круги под глазами. Но это то, что мне нужно как раз таки. Еще заказала вот такую вот я пудру, девочки. Эта пудра, она универсальный цвет имеет. То есть она подходит для любого тона лица. Адаптируется. Вот универсальный оттенок для легкой цветокоррекции написано. Вот мне просто это будет любопытно узнать. И я думаю, что мы сегодня протестируем эту пудру. Вот так она выглядит, симпатично выглядит. Вот видите, фаберлик написано. Здесь имеется зеркальце, тампончик. Вот такая вот она. Легкая текстура. Попробуем. Заказала девочке свежитель. Я для полости рта нежная малина. У меня свежитель есть, такой вот с крестиком. Но он очень мятный. Я вот вкус мяты не люблю. Даже жвачку из-за этого не люблю. А вот это мне интересно узнать. Так, она откручивается. Не просто снимается. Сейчас попробуем. Ой, приятный. Нежная малина. Вот правда, такой, знаете, вкус нежной малины. Чуть-чуть освежает. И такой, чуть-чуть, такой ненавязчивый вкус малины. Вот это мне подходит. Это можно в сумочку положить и носить с собой. Заказала я вот эти батончики. У меня внучка пока гостила. Ей нравятся эти батончики. Яблоко груша Годжи. Яблоко вишни Асайи. Но эти батончики нравятся мне. И вот эти вот два вида больше всего нравятся. Поэтому заказала их по четыре штуки в упаковке. Еще для внучки я заказала вот такой бальзам для губ. Ну, тут написано для детей 3+. То есть это можно деткам губки красить. Она любит губки красить. Пускай и бесцветные красятся. Еще заказала я вот такой вот бальзам для губ. Это антивозрастной. Девочки, вот этот бальзам мне нравится больше всех остальных бальзамов. Я пользуюсь бальзамом постоянно. Вот пока дома нахожусь. Губы не крашу. Пользуюсь прозрачным. Но вот этот мне нравится больше всего. Он самый такой нежный. Долго держится. И у него мягкая такая текстура. Хочу открыть. Давайте посмотрим. Вот такой вот бальзамчик. Он очень-очень нежный на губах. Еще, девочки, заказала я вот такой вот. Вот биогель для очищения туалета для жесткой воды. И вот что мне интересно, что тут написано. Особая формула с легкостью удаляет известковый налет, ржавчину и мочевой камень с фаянса, фарфора, металла. Это как раз то, что нужно. И вот если бы вчера, когда я делала уборку, было у меня вот это средство, то, наверное, оно бы мне помогло на мойке почистить краник. Ну, буду пробовать, тоже вам скажу потом результаты. Еще, девочки, я давно собиралась заказать мешок для запекания овощей в микроволновой печи. У моей дочки есть такой мешочек, она им очень довольна. Но что меня останавливало, это то, что у меня микроволновка внутри по объему меньше, чем у нее. Я поэтому не решалась заказать, хотя она очень довольна, быстро очень можно запечь картошку. Вот если на диете вообще быстро, там можно и баклажаны, там кабачки, что-то такое по-быстренькому запечь. Но я решила все-таки заказать себе этот мешочек, такой вот интересный внутри. Просто единственное, что я буду вложить туда поменьше этих овощей. И просто можно будет вот так завернуть, и тогда он будет вертеться у меня на моей тарелочке. Я думаю, подойдет. В общем, я найду способ, как его применить в микроволновке в своей маленькой. Ну, и вот он новый каталог. Каталог номер 5, период с 29 марта по 11 апреля. И вот будет у меня время еще повыбирать что-нибудь новенькое на следующий заказ, на следующий раз. Обязательно что-то новенькое появляется. Девочки, не знаю, с чего начать, чтобы вам показать. Хочется вот этот вот ролл гель мне протестировать сейчас. Хочется вот этот крем тоже протестировать, увлажняющее сияние. И в то же время хочется протестировать пудру. Вот. Ну, я решила начать с пудры, потому что... Вот она. Вот такая вот. Я уже показала. Потому что у меня на лице крем уже имеется. У меня даже база на лице имеется. Поэтому я сейчас протестирую пудру сначала. Но я вот этими обычно не пользуюсь. Потому что, ну, они как-то сильно... Втираешь их в кожу. Я привыкла кисточкой своей пользоваться. Вот. Я сейчас ее попробую. На одну часть лица. Так. У меня тут зеркальце есть. Ой, пахнет она приятно еще. Тут прямо приятно радует. Так. Я ее слегка. Но она на самом деле, да, она такая... Я смотрю, она не дает какого-то тона определенного. Она, скорее всего, просто убирает блеск. Одну сторону я хочу. Показать. Хотя у меня эта база, она блеск тоже не дает. И, честно говоря, я ее не вижу, этой пудры на лице. То есть она настолько легкой текстуры, что ее на лице не видно. Так. А если попробовать вот это диском. Диском она будет тогда плотнее ложиться. Но все равно у нее нету такого цвета, чтобы он прям выделялся. То есть она правильно подходит для любого лица. Вот у меня здесь напудрено, здесь не напудрено. И я разницы особо не вижу, в общем-то. Ну, нормально. А что касается у меня вот этого ролла и геля. В общем, вот эти два средства я сейчас удалю с лица все, что у меня есть. Да, припудрила. Я вижу так вот, если сдалека посмотреть. Но нету блеска, как бы оно такое, заматировала чуть-чуть. В общем, вот эти два средства я сейчас нанесу. Нанесу вот этот гель на все лицо. И роллы вот эти вот под глазами сделаю. Но сначала надо удалить с лица все, что у меня там есть. Ладно, пойду удалю. Так, девочки, я очистила мицеллярной водой лицо. Теперь вот этот вот гель супер увлажняющий. Ой, он такой симпатичный какой-то прям, розовенький. Ну, пахнет просто свежестью. В общем, написано, что он очень увлажняет лицо. Я хочу его. Да, он ощущение такое, как просто вот как гель. Я его нанесу на все лицо. Ну, там написано, нанесите на лицо. И, в общем, ничего больше не написано. То есть, это на целый день. И не написано день или вечер. То есть, можно в любое время, когда удобно. Да, я так понимаю, если я правильно поняла. Ну, я пока дома сегодня. Никуда не собираюсь. Поэтому я его нанесла. Пусть он у меня на лице пока остается. Я немножко похожу. И потом вам скажу, нет ли каких-либо у меня ощущений там. Может быть, чувствую я на лице его или не чувствую. Или у меня желание умыть его. Или нет желания умыть. Посмотрим. Так, ну и вот этот вот ролл гель под глаза. Тоже супер увлажняющий. Убирает круги под глазами. При пухлости под глазами убирает. Тоже такое ощущение, как гель. Гель прям наношу. Ну, так же похожу. Немножко подсохнет. Я вам скажу, что я чувствую. У меня вот эти мешки под глазами, они у меня часто очень появляются поутру. Бывает, смотрю. Есть. Потом, бывает, проходит. Ну, куда от них деться. Все, девочки. Хожу. И потом к вам возвращаюсь. Ну, что, девочки. Прошло буквально 5-7 минут. Все. У меня вот это все уже высохло. Хочу сказать, очень нежная текстура вот этого крема. Прямо приятная такая. Классная. А вот здесь под глазами немножечко кажется, как липнет. Такое вот. Но я думаю, что если дома, можно вот смело, особенно вот это вот с утра помазать. Если сверху нанести еще и крем, потом попозже, то можно и днем, утром это пользоваться. На ночь, мне кажется, тоже будет прекрасно. Ну, и заодно я решила вам протестировать вот этот бальзам для губ, которым пользуюсь я постоянно. Я контур нарисовала. И вот этот бальзамчик. Дома бальзамом пользуюсь постоянно, потому что губы я дома обычно не крашу. Не липнет запах легкий такой, ванильный, что ли, приятный такой. Дома губы не крашу я. Дома хожу я с ненакрашенными обычно губами, поэтому все время бальзамы мажу. Губы сохнут часто. Я заказала два, чтобы у меня было сумочки один, если что. Один там, один там. Все равно заканчивается, все равно быстро очень. Так, ну все, мои хорошие. То, что я сегодня хотела протестировать, я протестировала. Остальное буду уже тестировать позже, но буду вас держать в курсе, что за средства использую. И вот, как вчера, да, вернее, ну, как вчера. Вчера я уборку делала. И как оно помогает, не помогает. Ну, а сейчас я хочу прибрать в одном месте. Давайте вернемся к нашим обычным бытовым проблемам. Открыла, девочки, вот этот вот шкафчик. Тут у меня хранятся разные продукты, но такие в основном бокалеи. Такое, что не требует ни холодильника, ничего. Но так как шкафов у меня мало, вот здесь вот хранится у меня. И тут я смотрю, у меня такой бардак. Вот это вот сухой укроп. Его надо переложить в баночку. Вот такие вот баночки от кофе, большие. Они у меня освобождаются. Вот еще одна. И вот, чтобы не покупать новые, можно вот сюда положить укроп. В другую еще я что-то хотела положить. Ну вот, сухой укроп в баночке. Потому что вот эти вот острые палочки, они кулек протыкают, потом начинают вот эти мелкие сыпаться. Это неудобно. Определиваю. Так, что еще? Еще одна баночка. Вот мука тоже вот так вот, когда остается немного, и она в кульке. Тоже насыпать неудобно. Вот если, например, рыбу жарить собираюсь, и там надо чуть-чуть в тарелочку насыпать, тогда удобнее насыпать это с баночки будет. Вот я сейчас в банку эту все пересыплю. Вот мука тоже у меня в баночке. Отлично. Так, что еще? Несколько печенек осталось. Это месо. Вот эти вот пакетики у меня я брала. Тут надо тоже определить. Орешки к орешкам, сухофрукты к сухофруктам. Наверное, еще надо какую-то баночку взять. Сейчас посмотрим. Кстати говоря, девочки, миндаль. Я очень люблю кушать орешки. Вот эти вот миндаль. Но я их привыкла есть еще тогда, когда холестерин снижала. Мне бы рекомендовали врачи. Вот именно миндаль. Ну, 8 штучек в день я съедала. И вот с тех пор я его беру. Вот это вот, кстати, миндаль красная цена. Очень даже неплохой. И по цене более-менее приемлемый. Вот. И вот это у меня бывшая сахарница. Вот здесь будет она храниться. Так, еще бывшая сахарница вот эта. У меня еще есть абрикос. И чернослив тоже по красной цене. Вот сейчас заодно откроем и проверим, что она у себя представляет. Я уже брала раньше и вполне даже неплохо, не дурно. Так, абрикосик сюда. Сюда положим чернослив тоже. Тоже это иногда покушать. А иногда, может быть, даже добавить во что-то. Вот овсянку буду варить. Сюда можно будет добавить чернослив, абрикос. Все. Закрою так, будет стоять здесь. Так, что дальше у меня? Дальше панировочная смесь. Тоже вот такая баночка. Здесь у меня тоже осталось чуть-чуть. Вот эту пересыпем, панировочную смесь. По красной цене тоже беру, девочки. Она неплохая. Очень даже мне нравится. Поэтому я ее сюда и пересыплю. Поместится или нет, интересно, в баночку. Мне кажется, должна поместиться. Ну, она как раз пачка сюда, в эту баночку, и помещается. То, что у меня там чуть-чуть было над ней, то осталось. Ну, трясем сейчас. Все. Вся пачка сюда и поместилась. Прекрасно, отлично. Вот так вот раз и закроем крышкой. Все. Так, гречка. У меня тут остатки гречки остались. Вот такая вот банка, контейнер есть. Гречку пересыпем. Вот добралась, понимаете, бардак. Я смотрю, бардак. Нужно же порядок навести, да? А времени, кто нету, кто еще чего-то не хватает, навести порядок. По местам все разложить, чтобы было везде убрано. Солнышко вылезло. Солнышко меня вдохновляет на вот такие всякие разные дела. Так, это на кухне у меня хранится. Так, ну и что у меня осталось? Девочки, хоть я и говорила, что не буду покупать больше вот это вот моли из-за того, что здесь с арахисом есть. Ну вот это, вот это, это без арахиса и это без арахиса. Четыре пакетика с арахисом. Ну там так мало его у этого арахиса, что я решила, что я возьму еще. Потому что очень выгодно, недорого. Стоит там 90 рублей, стоит 10 пакетиков. А те, которые 6 пакетиков, которые 120 стоят, ну невыгодно. В общем, решила взять. Так, что еще? Еще тоже запас, когда по акции, вот это без кофеина кофе с голубым флажочком вот этим. Я без кофеина пью кофе уже после обеда. Потому что я кофе пью много, я его люблю. И что с ним побегу? Так, бьюса не удержалась. Девочки, ну они самые вкусные, хоть они с арахисом. Я думаю, что буду просто делать их по чуть-чуть. И не каждый день редко. Ну, на самом деле, знаете, арахис, там, у него польза есть, конечно, безусловно. Я почитала в интернете, польза есть в арахисе. Но сам способ приготовления арахиса иногда вызывает сомнения и какие-то вредные вещества. Так, вот эта соль, она мне стоит здесь уже давно, обычная каменная пищевая. Она уже прям... Но я ей не пользуюсь и ничего не солью. Но отсюда я ее уберу куда-нибудь подальше, чтобы она здесь мне глаза не мозолила. Пусть стоит, не выбрасывается. Может пригодиться, мало ли что. Так, овсяные хлопья. Это мелкий размер, троечка. Это я что-то собиралась готовить, пусть стоит для готовки. Ну, такое вот молоко в Татарапаках я заказываю или покупаю. Последний раз с заказом пришло, я сразу 2 литра заказала. Пусть стоит, хранится долго, полгода. Но я же не каждый день его употребляю. Раз иногда взяла и открыла. Беру ветками лавровый лист и вот в такую большую банку, оно у меня вот так вот здесь хранится. Надолго-надолго хватает. Также вот такая баночка. Здесь у меня роллтон лапша. Когда супчик с лапшой, роллтон вот этот у меня здесь хранится тоже в банке. Ну и еще вот прищепочкой закрыла. Это вот макарошки. Но они быстро заканчиваются. Я их по полпачки сразу варю. И все, как раз 400 грамм. Это мои запасы на зиму. А это можно сделать мимозу. Ну, а это если я буду оливье или что-то делать, тоже горошек. Мои запасики. Также у меня в баночке хранится изюмчик, девочки, тоже. Изюм добавляю в запеканку обычно. Ну, или во что-то еще. А это сахар с пряностями, с цедрой апельсина, корица. Здесь чувствуется бадьяна, кардамон. Но это для выпечки. Вот если слойки делать, вот этот сахар очень вкусно. Посыпать слойчики. Тоже здесь лежит, но долго хранится. Так, все вытрую, все на место поставлю. Покажу вам, что получится. Ну, вот теперь совсем другое дело. Красота, ляпота. Все, теперь порядочек. Закрываем. Это шкаф, который в комнате у меня возле телевизора стоит. Все, девочки, мои хорошие. Только что опубликовала вам предыдущее видео, которое я снимала вчера. И, в общем-то, монтаж забирает много сил. И, короче, я уже устала. На сегодня я решила закончить все свои дела. Завтра с новыми силами приступлю к новым делам. Я обязательно найду еще какой-нибудь угол, который нужно поубирать. Ну, или что-нибудь еще буду делать, пока еще не думаю об этом. Завтра с утра на свежую голову будет видно. Вот. А сейчас я хочу с вами попрощаться, чтобы уже заняться этим видео. И скажу я вам всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok